Восстановительные, на комплексные витамины мигральные выдаст. Есть, конечно, БАДы, которые, в принципе, использовать и не нужно. Калакина – это полезная вещь, а именно жиросжигатели, очень металдрены, черные вдовы. Нету таблеток, которые выпил, и ты стал там. Девочки часто спрашивают, что можно выпить, чтобы похудеть. Так, всем привет. Привет, наши самые крутые атлеты. Сегодня опять мы будем с Артемом общаться. Артем, привет. Привет, ребята. Артем, сегодня у нас комментарий по тренажерам, пройдемся по БАДам. Какие БАДы такие основные? Основные, да. Ну, значит, биологически активные добавки БАДы на данном этапе, в наше время, существует, в принципе, очень большое количество. И, в принципе, в каждом БАДе есть смысл для, ну, в определенных целях, и для каждого человека БАДы свои, скажем так. В зависимости от состояния здоровья, от того, как организм работает, как восстанавливается, зависит от этого, да и БАДы разные, скажем так. Во-первых, для новичков, если человек пришел и хочет немножко набрать вес, улучшить, либо похудеть, тут, ну, разные БАДы должны быть. Для набора мышечной массы есть одни БАДы, и для похудения совсем другие БАДы. Есть, конечно, БАДы, которые, в принципе, использовать и не нужно, потому что есть более полезные БАДы, и есть БАДы, которые могут нам вредить. Сейчас я говорю про жиросжигатели. Сразу скажу, что, в принципе, сама суть жиросжигателя, ну, это посадить иммунную систему, в принципе, при длительном использовании, поэтому стараться избегать жиросжигателей. Я не говорю сейчас за л-карантин, это полезная вещь, а именно жиросжигатели, очень металдрены, черные вдовы и все остальное, что есть, это все, скажем, в ущерб. Поэтому их просто использовать надо, и после них все равно идет откат. Это во-первых. Так что, в принципе, есть полезные БАДы и не очень, скажем так. Во-вторых, для набора мышечной массы, если пришли, например, ребята, часто приходят и спрашивают, да что можно покушать для того, чтобы... набрать. Ну, давайте сразу разбираться, что основной, в основе питания и в основе, в принципе, набора, либо похудения, все равно идет питание. Биологическая добавка – это добавка. Она просто помогает насытить, либо восстановить организм. То есть БАДы используются и для насыщения, и для восстановления. Также для поддержания есть. В первую очередь, что нужно? Для спортсменов, для ребят, которые, например, хотят набрать вес, нужно калории. Поэтому используются комплексные БАДы в виде гейнера. Что такое гейнер? Гейнер – это комплексный БАД, который сочетает в себе белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Это полный закрытый комплекс. Ну, к сожалению, на рынке есть очень много гейнеров, и процентов 80-90 из них состоят, ну, более, скажем, дешевляют производство, поэтому очень много сахара. Сахар, к сожалению, в больших количествах это плохо. И то, что набирается, это набирается просто вода. Некачественная мышечная масса, скажем так. Поэтому есть гейнеры, их не такое большое количество, которое делается из не быстрых углеводов, а из специальных медленных углеводов, там, вытяжки из кукурузы и все остальное, без мальтадекстринов и всего остального. В принципе, вот это хорошее. Их, в принципе, немного, и их можно делать самому. Ну, это уже совсем другая история. Для более продвинутых ребят, скажем, для начала можно использовать, конечно. Это первое. И также используется еще Креатим для спортсменов, тех, кто хотят набрать. Это тоже и для восстановления, и для набора. Он неплохо работает, он восстанавливает организм хорошо и насыщает нашу печенку гликогеном. Гликоген – это независимо. И силовые показатели подрастают, и сразу потихонечку мышечная масса. Также заливается водичкой для суставов хорошо, скажем так. Ну, протеины, белки никто не отменял, и на кислоты спектр очень большой, это правда. Поэтому в этом плане для того, чтобы подобрать для себя БАТ, надо определить цель. Само первое. То есть вы должны понимать цель. Если вы цель уже приняли, что хотим набирать, хотим худеть, хотим поддерживать. И в зависимости от этого зависит количество БАДов, качество, какие именно БАДы, и когда, и сколько. Потому что тут все просто непосредственно. Ну да, потому что это само собой. Тренера, доктора. Сейчас очень большой спектр тех, с кем можно это все обсудить. Самостоятельно, в принципе, я бы не советовал, потому что все-таки, во-первых, продавцы в основном продают то, что не продается. Вы заходите в магазин и говорят, что ребята, надо, скажем, грубо говоря, ну, генер. Да. Хочу набрать вес. И тебе продавец смотрит, что новичок какой-то. И говорит, а вот, пожалуйста, бери вот этот. Такая-то марка, такой-то цена. Ну, либо продают какое-то то, что стоит долго и не продается, либо продают просто самое дорогое для того, чтобы просто заработать. И надо понимать, что все равно БАДы, как и все остальное, имеют свойство одним подходить, другим не подходить. Да. Потому что тут все зависит от пищеварения. Свойства. У нас как протеин. Кому-то подходит один вид, второй, там, третий. Кому-то изолят, кому-то обычный, кому-то гидролизат надо. Разбиваем. БАДы на группы. На группы, да. Давайте попробуем разбить. Ну, существует уже, как говорил, очень много БАДов. Поэтому их можно, в принципе, поделить, разделить на группы. И будем их разделять по определенным критериям, да. Значит, первое будет БАДы комплексные. Комплексные БАДы – это генеры и всевозможные комплексы, которые связаны с полностью всем спектром, то, что нужно организму, скажем так. И витамины, и минералы, и белки, и углеводы. То есть, это комплексные. И восстановительные. То есть, к восстановителям больше относятся уже протеины, аминокислоты, глютамины, БЦА и все остальное, что связано с аминокислотным набором. То есть, там, на самом деле, их очень много. И все перечислять даже смысла нет. Есть самые основные. Очень много БАДов, которые, в принципе, можно использовать только по определенным спецификам. Скажем, какая-то особенность и все остальное. Ну, и там по девочкам тоже есть нюансы немножечко насчет БАДов. Ну, у ребят немножко проще в этом плане, ребятам БАДы подобрать попроще, потому что пищеварительная система и организм не такой сильно требовательный, скажем, к восстановительным процессам. Самые основные, ну, восстановительные БАДы, потому что, в принципе, БАД нам и нужен для того, чтобы восстанавливаться, да. Витамины можно вынести в отдельную группу минералов, потому что, в принципе, витамины и минералы – это уже комплексы, которые, во-первых, восстанавливают. И организм требует, ну, нынешнее время почти каждый день, поэтому прием витаминов можно делать как комплексные, так и на постоянной основе, смотря на зависимости от витаминов. Я бы не рекомендовал спортивные витамины на постоянной основе, очень большие дозировки. А аптечные витамины, например, с маленькими дозировками можно принимать каждый день, потому что тот же самый витамин С, если брать при стрессовых ситуациях, палится в больших количествах, при нагрузках палится. Поэтому там, где есть витамин С, комплексы можно употреблять. Ну, питание у нас, конечно, понимается, что не самое качественное сейчас, поэтому с питанием мы не получаем достаточного количества ни аминокислот, ни минералов, ни витаминов. Поэтому, ну, вся суть БАДов и заключается в этом, чтобы наполнить максимально качественно свой организм белками, жирами, углеводами, витаминами, минералами, полным комплексом. Ну, давайте разобьем их на восстановительные, на комплексные, витамины, минералами выносим отдельно. Просто жиросжигатели я не буду брать, потому что, в принципе, жиросжигатели, я уже говорил, это не очень хорошие БАДы на самом деле. Да. Да, их лучше не использовать, в принципе, кроме л-карантина, само собой. Л-карантина это полезное вещество, его можно использовать. В пищах, конечно, да, да. В цитрусах очень много, где еще, да, конечно. Да. Жиросжигатели, черная мамба, да, их очень много. Black Spiber, черный паук, Metal Draene, их большое количество на самом деле этих, ну, БАДов. Можно на любом сайте посмотреть для жиросжения, ну, эффективности и качестве. Там есть нюансы, и лучше их не употреблять, скажем так. Нету таблеток, которые выпил, и ты стал там. Девочки часто спрашивают, что можно выпить, чтобы похудеть. Водичку можно пить, чтобы похудеть и заниматься спортом. Потому что можно съесть, чтобы похудеть. Ну, да, да, да. Тогда мы закончим с БАДами и будем ждать... Тренировки. Да. Потренируем Анну, наверное, попробуем. Да. Спортсменку. Потренируем Анну. Расскажет, как она себя чувствует на подготовке. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. И не забывайте про колокольчик. Обязательно колокольчик, обязательно подписывайтесь и смотрите, следите. Будет очень много чего интересного и полезной информации. Удачки. Субтитры создавал DimaTorzok